В эфире программа «Вопрос здоровья». Ежегодно в ноябре отмечается Всемирный день борьбы с диабетом. Сахарный диабет – очень коварное заболевание, которое может привести к очень серьезным осложнениям со стороны различных органов. Поэтому человек, страдающий диабетом, должен постоянно наблюдаться у ряда врачей-специалистов. Сегодня мы приехали в Гродненскую городскую поликлинику номер 4. Здесь выстроена целая система по раннему выявлению и сопровождению пациентов с диабетом. Как это выглядит на практике, увидим своими глазами. Согласно статистике, сахарным диабетом страдает каждый десятый житель нашей планеты. А если учесть скрытые формы данного заболевания, то эта цифра может быть в 3-4 раза больше. В Гродненской области с этим грозным диагнозом живут более 30 тысяч человек, то есть около 3,5% населения. Из них порядка 93% имеют диабет второго типа. Мы хотели бы акцентировать внимание на проблеме именно сахарного диабета. Заболевание непростого, заболевание достаточно сложного. Сложного тем, что заболевание имеет свои многочисленные осложнения. Зачастую приводит к инвалидности, увеличивает риск смертности. Все наши усилия в поликлинике направлены на предупреждение, выявление фактора риска по этому заболеванию, то есть на профилактику. И мы сегодня ведем свою задачу именно выявляемости данного заболевания на ранних стадиях. Диспансеризация населения направлена на то, чтобы при осмотре выявить вот эти самые проблемы с диабетом у больных. К факторам риска развития сахарного диабета второго типа относятся прежде всего наследственная предрасположенность, избыточная масса тела и гиподинамия, то есть малоподвижный образ жизни. Людям группы риска следует более внимательно относиться к своему здоровью, периодически проходить медицинские обследования и сдавать анализ крови на сахар. Именно так и сделала 54-летняя Алла Анатольевна. У меня жалобы на то, что я набрала за последние полугода больше 10 килограмм. У меня появилась сухость во рту, тяжесть в ногах. И вот я поэтому пришла к специалистам, чтобы они дали мне какую-то рекомендацию. Вот, может, на диету, может, какую-то посоветовали что-то более подходящее для меня. Вот, посмотреть мой уровень сахара в крови. Вот, мои все знакомые и близкие так обследуются. Поэтому я тоже решила, чтобы это все на плечи докторов сразу не сваливать свои проблемы. В связи с этими жалобами, которые вы только что озвучили, мы вам предлагаем в свете нашей диспансеризации не только обследоваться на сахар, потому что понятно, что у вас настороженность по поводу сахарного диабета, но также сдать все общеклинические анализы согласно нашему постановлению о диспансеризации. Сюда будут входить как сахар, так и общий анализ крови, мочи, биохимический анализ. Вы все это сдадите, а потом снова придете ко мне для того, чтобы я прокомментировала, и уже тогда я вам дам необходимые рекомендации. Алла Анатольевна здесь же, в поликлинике, смогла оперативно сдать все анализы. Результаты оказались хорошими, однако уровень сахара составил 5,4, а это почти верхняя граница нормы. Значит, хорошо, что пациентка обратилась к нам вовремя. Ее настороженность имела под собой основание, потому что на фоне всех остальных нормальных анализов у нее верхняя граница глюкозы, что относится к группе риска развития сахарного диабета и требует коррекции, прежде всего, своего поведения, коррекции факторов риска. К ним относится соблюдение диеты, максимально приближенная к рекомендациям, которые мы даем, разработанная Всемирной организацией здравоохранения, активный образ жизни с использованием различных форм. Это может быть и лечебная физкультура, и самостоятельные занятия физической культурой. Кроме этого, это исключение таких факторов риска, как курение, которое очень важно исключить, и употребление алкоголя. Хорошо, что у пациентки нет наследственного фактора, у нее в роду нет, то есть родители ее не страдают с сахарным диабетом, но тем не менее, все вот эти рекомендации должны соблюдаться для того, чтобы и дальше она была здорова, и сахарный диабет не грозил ни ей, ни ее родственникам. Пациентки также провели антропометрические исследования, то есть измерили рост, вес и объем талии. Согласно специальной шкале, получился индекс массы тела, соответствующий избыточному весу. Это еще не ожирение, но повод задуматься и скорректировать образ жизни. Через полгода вы должны появиться у нас в поликлинике, снова сдать глюкозу крови, проконтролировать результат, потому что в плане диспансеризации при таких сомнительных результатах контроль осуществляется чаще, чем раз в год. Через полгода мы ждем вас у нас, я надеюсь, со сниженным весом, с нормализацией всех остальных факторов, и дальше мы будем с вами наблюдаться и надеюсь, что у нас все будет хорошо. В зоне обслуживания Гродненской городской поликлиники номер 4 находится порядка 50 тысяч человек. Из них на учете по сахарному диабету состоит около 2000 пациентов. Это заболевание требует мультидисциплинарного подхода врачей всех специальностей. Терапевта, эндокринолога, кардиолога, хирурга, невролога, окулиста, психолога. Кроме того, активно задействуют отделение медицинской реабилитации и отделение дневного пребывания. Как это происходит на практике, увидим на примере одного пациента. Достаточно большая команда работает у нас по этой проблеме. Прежде всего, это непосредственно участковая служба, первичное звено, которое выявляет факторы риска, наследственные факторы, которое занимается скринингом этого заболевания. И также мы имеем высококлассных профессионалов, консультантов и специалистов по данному разделу работы. Это врачи-эндокринологи. Из года в год мы наблюдаем рост заболеваемости с сахарным диабетом, первичной, и как следствие общей заболеваемости. Рост происходит главным образом за счет диабета второго типа. Задача врачей всех специальностей – выявить эту патологию в ее дебюте, в самом начале, для профилактики тяжелых сосудистых осложнений. Следующей задачей врачей является научить пациента, как дальше жить с сахарным диабетом. Как изменить свое питание, рацион, физическую активность, как сделать действительно так, чтобы сахарный диабет действительно стал образом жизни, а не болезнью. Сахарный диабет уже стал образом жизни для Здеславы Станиславовны. 64-летняя женщина страдает этим заболеванием порядка двух десятков лет. В поликлинику ходит уже как на работу. Диабетом я болею почти 20 лет. С первого дня меня ведет моя Ирина Викторовна. Если б не она, я не знаю, меня уже давно б не было. Я и так благодарна. Да, осложнения у меня большие. Ну, ничего не поделаешь. На инсулине я с первого дня, как попала в больницу, я до того болела, в больницах лежала. У меня то давление, то сердце, потом у меня инфаркт был. Ну, всего было, куча всего. И вот третья группа у меня была два года, потом у меня сразу на третью, на первую, на вторую группу. И уже 10 лет у меня бессрочная по моим заболеваниям. На учете я у всех врачей. Сахарный диабет – заболевание, при котором страдают многие органы и системы человеческого организма. В том числе происходит поражение всех сосудов. Следовательно, у диабетиков увеличивается количество сердечно-сосудистых заболеваний и других серьезных осложнений. У людей с сахарным диабетом в десятки раз повышается риск развития инфаркта миокарда и инсульта. Одним из самых сложных осложнений сахарного диабета в неврологии является диабетическая полинеэропатия. И это очень важно выяснять своевременно, потому что от этого зависит лечение, а от лечения зависит исход течения каждого заболевания. Значит, диабетическая полинеэропатия в дальнейшем может осложняться более грозным состоянием, диабетическая стопа. Поэтому ежегодно проводится осмотр пациентов с сахарным диабетом неврологом обязательно для выявления первых признаков полинеэропатии, а также назначения адекватного лечения для того, чтобы в дальнейшем было меньше осложнений. Повышенный уровень сахара в крови может вызывать поражение кожи, сосудов, нервов, костей и мышц нижних конечностей. Эта патология и называется синдромом диабетической стопы. Для ее предупреждения пациенты с сахарным диабетом стоят на учете у врачей-хирургов. Одним из осложнений сахарного диабета является диабетическая ангиопатия. Выделяет как микроангиопатия, так и макро, то бишь микроэпидиот поражение мелких капилляров, вот нечто подобное, что рассказывала только что бывшая у нас здесь пациентка. То бишь поражаются, наступают парастезии, парастезии стоп, могут быть ползания мурашек, так называемых, похолодания. Из макроангиопатии это поражение основных стволов, то бишь нарушается обменный процесс, отложение бляшек склеротических, наступают, появляются боли, боли изначально при физической нагрузке, затем эти боли появляются уже в покое, в более поздних запущенных стадиях. Здесь главное вовремя диагностировать заболевания. Врач-хирург проводит осмотр пациента, назначает УЗИ сосудов нижних конечностей и другие необходимые обследования. По результатам подбирает соответствующее лечение. Пациенты с диабетической ангиопатией находятся на диспансерном учете у хирурга. В данный момент порядка 100 человек с осложнениями сахарного диабета в виде ангиопатии находятся у нас на учете. Они ежегодно, дважды в год проходят наблюдение, осмотр, назначается лечение консервативное. При необходимости в запущенных стадиях пациента направляются к сосудистым хирургам на консультацию, где им проводится консультативный прием в плане того, есть ли необходимость каких-то оперативных вмешательств. Если данное не предусмотрено, то тогда они наблюдаются у нас здесь на амбулаторном этапе. Сахарный диабет поражает все сосуды нашего организма, в том числе те, которые кровоснабжают сетчатку глаза. Именно поэтому у многих диабетиков наблюдаются проблемы со зрением. В этой связи каждый человек, страдающий сахарным диабетом, должен постоянно наблюдаться у врача-акулиста. Одним из хронических осложнений сахарного диабета является изменение со стороны глаз. Это нарушение сосудистого аппарата, мелких сосудов. Как правило, эти хронические проявления наступают спустя 5-10 лет после начала заболевания с сахарным диабетом. На начальных стадиях такой диабетической ретинопатии, как правило, больные могут и не предъявлять никаких жалоб. Позже больные жалуются на затуманивание остроты зрения. Всего на диспансерном учете в офтальмологическом отделении 4-й поликлиники стоит около 1000 пациентов. Почти треть из них имеют диагноз «диабетическая ретинопатия». При обследовании таких пациентов, а они проходят диспансерное наблюдение один раз в год, мы этих пациентов тщательно обследуем, исследуем остроту зрения, поля зрения, измеряем внутриглазное давление и тщательно осматриваем глазное дно. Наша цель – исследовать таких пациентов на ранних стадиях, увидеть все их изменения и вовремя направить этого пациента либо на консервативное лечение, либо на хирургическое лечение. На начальных стадиях болезни пациенты получают консервативное лечение амбулаторно или в условиях дневного стационара. На таких стадиях уже как препролиферативная и пролиферативная диабетическая ретинопатия у пациентов с сахарным диабетом происходят более серьезные изменения. Там развивается уже значительная хрупкость сосудов, сосуды становятся ломкими, происходит кровоизлияние на глазном дне. Уже такие пациенты требуют, как правило, хирургического лечения. При лечении осложнений сахарного диабета пациенты нередко проходят восстановительную терапию в отделении медицинской реабилитации. Пациентам эндокринологического профиля, в частности с сахарным диабетом, в отделении медицинской реабилитации мы можем предоставить комплексное восстановительное лечение, ЛФК, массаж, физиопроцедуры, такие как надвенное лазерное облучение крови, дрессонвализация нижней конечности, магнитотерапия по типу сапожок на нижней конечности и переменное магнитное поле на нижней конечности. Раньше врачи знакомились с первыми симптомами сахарного диабета, с которыми нужно обратиться к специалисту. Это жажда, сухость во рту, учащенная моча и спускание, риское похудание. Сейчас же специалисты рекомендуют каждому человеку раз в год сдать кровь на сахар. В первую очередь это касается людей старше 40 лет. Если же есть наследственное предрасположение к диабету, то и намного раньше. В лаборатории нашего учреждения выполняется исследование глюкозы, тощиковый сахар, и исследование глюкозы, теста толерантности глюкозы с сахарной нагрузкой. А также имеет место аппарат, кловер, который позволяет определять средний уровень глюкозы за последние 100 дней. Этот показатель, экспресс-метод, который позволяет выдать результат в течение буквально 15-20 минут, и люди, болеющие с сахарным диабетом, сразу, видя результат, могут обратиться к эндокринологу и уже определяется уровень компенсации глюкозы при этом заболевании. Успех терапии с сахарного диабета заключается в эффективном диалоге между врачом и пациентом, уверены специалисты. Очень важный момент взаимопонимания и доверия между пациентом и доктором. У пациента должна быть приверженность к лечению. Конечно, необходима самодисциплина, необходима контроль диабета. Все наши пациенты имеют глюкометры, они обучены правилам измерения глюкозы крови. С этой целью на базе поликлиники функционирует школа сахарного диабета второго типа. Здесь люди, которые столкнулись с данной проблемой, могут получить всю необходимую информацию, научиться измерять уровень сахара в крови, вести правильный образ жизни. Очень важно, чтобы пациент критически относился к себе, к своему заболеванию, принял тот факт, что у него есть сахарный диабет, выполнял все рекомендации врача. Врача общей практики, я имею в виду рекомендации по диспансеризации, по ежегодному обследованию, врача-эндокринолога. И только вместе мы сможем помочь пациенту с диабетом предупредить все осложнения сахарного диабета и таким образом сделать человека счастливым. Гродинская четвертая поликлиника, одной из первых в городе, присоединилась к республиканскому проекту «Заботливая поликлиника». Главная цель программы – создать в медицинском учреждении комфортную, заботливую среду. В первую очередь речь идет о повышении качества работы регистратуры, информатизации лечебного процесса, оптимизации внутренней логистики, сокращении времени ожидания медицинской помощи. Сотрудники поликлиники стараются найти индивидуальный подход к каждому пациенту, своевременно выявить заболевание и назначить адекватное лечение. Что же касается сахарного диабета, то такие пациенты находятся под постоянной опекой целого ряда врачей-специалистов. На сегодня мы уверены, что диабет – это образ жизни. Поэтому в эту программу «Здорового образа жизни» мы вкладываем прежде всего профилактику данного заболевания, грамотное, качественное его лечение, диагностирование осложнений своевременное. И все это вместе поможет нам решить проблему диабета. Однако справиться с такой сложной задачей самому врачу не по силам. В этом ему должен помочь сам пациент. Соблюдать все рекомендации. Контролировать уровень сахара в крови, дозу инсулина, придерживаться диеты в питании, отказаться от вредных привычек, вести активный образ жизни. Только тогда человек с сахарным диабетом сможет обеспечить себе долгую и качественную жизнь, избежать серьезных осложнений этого коварного заболевания. Берегите себя и будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова